Привет, любители хоккея! Вы попали на самый хоккейный канал Баттер Хоккей. Сегодня обсуждаем самые свежие новости хоккея. Сегодня в выпуске. Главный тренер Питтсбурга поделился мнением о Малкине и Кросби. Руководство НХЛ высказались о возможном участии россиян в Кубке Мира 2024. Леонид Вайсфельд не верит в Локо. Ну а также посмотрим пару интересных видео с предсезонных турниров. В общем, как всегда, очень много интересных новостей. Ну и по традиции ставь лайк этому видео и подписывайся на канал. Большое спасибо за поддержку, ведь это мотивирует меня делать выпуски каждый день. Ну а мы начинаем. Главный тренер Питтсбург Пинвенс Майк Салливан поделился ожиданиями от игры защитника Криса Летанга, а также форварда в Сидне Кросби и Евгения Малкина. Мы становимся немного старше, но это не значит, что мы старые. Это большая разница. Эти парни по-прежнему показывают хороший уровень, который они демонстрировали это из года в год. Я верю, что в нас есть возможность снова побеждать. Я верю в этих парней, они мотивированы и готовы продолжить усилия, чтобы сделать то, что нужно. Напоминаю, что текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с Питтсбургом на 4 года и общую сумму 24,4 миллиона долларов. Ну а смогут ли Питтсбург победить в этом году Кубок Стэнли, напишите в комментариях. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке Мира. Кубок Мира – наш текущий проект, которым мы активно занимаемся. Мы постоянно общаемся с профсоюзом игроков и его представителями. Мы продвигаем проект в СМИ и общаемся с возможными спонсорами. Планируем Кубок Мира в феврале 2024 года. Прямо сейчас не могу гарантировать, что он состоится, но мы ожидаем, что он состоится. Можно ли будет его провести с Россией, учитывая ее текущее положение в мире? Это один из моментов, которые мы должны взвесить. Что значит участие России? Это участие сборной России или участие русских игроков? Как это можно организовать, если мы решим это сделать? Тут несколько вопросов, которые мы будем решать в рабочем порядке. Но не думаю, что эти вопросы как-то помешают проведению турнира. Как вы думаете, все-таки пригласят ли сборную России на этот кубок? Своим мнением поделитесь в комментариях. Леонид Вайсфельд поделился мнением о трансферной политике Локомотива. Сейчас у Локомотива я вижу хорошую, добротную команду, но без полета. Возможно, они возьмут свое как раз за счет ровного состава и хорошей организации. Но чтобы бороться за Кубок Гагарина, честно говоря, у меня сомнения. Ну а что думаете, сможет ли Локомотив стать чемпионом Кубка Гагарина в этом году? Напишите в комментариях. Континентальной хоккейной лигой Федерации хоккей России согласовали структуру проведения плей-офф КХЛ сезона 22-23. В предстоящем сезоне плей-офф пройдет в прежнем формате. В финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференции. Отмечается, что вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ, начиная с сезона 23-24, будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона. К сожалению, так и не сделали перекрестную систему плей-офф. Но надеемся, в следующем году все изменится. Что думаете по этому формату плей-офф и не надоел ли он вам, напишите в комментариях. Ну и как всегда, пару веселых видео в конце. Вратарь СКА катается на стуле. Ну и финты Ильи, Назарова и Злока крутят даже в Америке. Поэтому смотрим. Вот таким получился сегодня выпуск. Ставь лайк этому видео и подписывайся на канал. Ведь это помогает развиваться нам дальше. Большое спасибо за поддержку. Ну а с вами, как всегда, был Батыр Хоккей. Я надолго не прощаюсь. Пока.